Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот необычным плетением. Такие сумочки хорошо делать из старых курток или из тонкой кожи. Выглядит интересно. Вот даже я делала из толстой кожи, такой зернистой, как флотар. Тоже, в принципе, хорошо выглядит такое плетение. Для того, чтобы его изготовить, нам понадобится и листомеска. У меня вот такая на 1 сантиметр. Это дешевый инструмент для дерева. Или вот такой канцелярский нож. Возможно, скальпель, если у вас есть. Или ножнички маленькие, маникюрные. Сейчас я вам схематически покажу, как это плетение разметить. Ну, вот, к примеру, у вас вот такая выкройка, да? Приблизительно. Трапеция. Это как раз выкройка той формы сумочки, пельмешка, которую я вам показывала. Ссылочку на мастер-класс я оставлю вверху, как делать именно такую форму. Сейчас покажу вам схематически, как делать такое плетение. Вам нужно вашу выкройку разметить по клеточкам. Клеточки должны быть одинакового размера. Например, если вы хотите более плотное плетение, то вам нужно будет более маленькие клеточки. Вот я вам показываю, например, клеточки со стороной 2 сантиметра. Находите центр. И вырезаете из бумаги квадратик со стороной 1 сантиметр или 1,1, то есть 11 миллиметров. Вот по ширине вашей стамески, ведь она может быть другой ширины какой-то. Прикладываете уголками четко к линиям и вот так вот обводите этот квадратик. Так он выглядит, как ромбик. Размещаете его в шахматном порядке. Вот таким образом. И обводите. Опять же, напоминаю, плетение может быть более густо сделанным, может быть более редким. Это зависит от того, насколько большие у вас клеточки. У меня вот на примере я делаю клеточки 2 сантиметра стороной. Размечаете всю вашу выкройку, сколько вы хотите сделать таких квадратиков. Как это выглядит на коже? Вам нужно сделать на этих полосочках прорези. Если это стамеска, то вот таким образом ставите четко посередине и пробиваете. Или под линейку прорезаете ножом или ножничками. Вам важно сделать прорези на каждой этой линии ровно. И при этом линии не должны соприкасаться. Иначе вот этот квадратик кожаный внутри он выпадет. То есть видите, здесь есть небольшой запас на углах квадратика. Вот таким образом должны выглядеть прорези. Потом вы берете полосочки по пол сантиметра. То есть, чтобы две полосочки входило четко в прорезь. Вот таким образом. Заправляете их. Распрямляете хорошенько. Берете следующие две полосы. И заправляете их выше. Вот таким образом это должно выглядеть под прямым углом. Теперь в шахматном порядке мы проплетаем вверх и вниз. И заправили. Следующую наоборот. Вниз и вверх. И заправили. И нам остается заправить два оставшихся края в прорезь. И хорошенечко это все выровнять. Переворачиваете заготовку. И поправляете, чтобы там не было перекрутов никаких. Расправляете, подтягиваете. Это можно обрезать или подклеить вот эти края, чтобы оно хорошо держалось. Можно сделать ромбики другого цвета. Или покрыть сумку водоотталкивающей пропиткой, как моя. Чтобы более четко виден был этот рисунок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова